Привет! Сегодня покажу, как накрасить ногти геллаком и сделаем вот такой интересный дизайн. Итак, сегодня ногти красить геллаком я буду в свои ноготки. И перед тем, как наносить геллак, нам нужно выполнить процедуру маникюра, вычистить все под кутикулой, срезать кутикулу, придать форму свободному краю. Итак, давайте начнем. В первую очередь нам необходимо придать форму нашим ноготкам, которую вы себе задумали. Я себе придумала вот такой квадрат, он у меня уже здесь был, и я немножко его только подкорректирую пилочкой. Для того, чтобы это сделать, нам нужно взять пилку для натуральных ногтей, абразивом на 180 грит, или можно взять даже на 220 грит. После чего можно уже поработать с кутикулой. Берем апельсиновую палочку и нужно отодвинуть кутикулу. Хорошо ее отклеить от ноготка. Делать это нужно аккуратно, сильно не давить, чтобы не травмировать нашу кутикулу, и кожу под нею, и сам матрикс, чтобы у нас ноготочек не деформировался. Легонько нужно отодвинуть кутикулу и вычистить оттуда в аптерии гей, либо фрезой, либо сделать классический маникюр. Дальше нам понадобится спирт, обычный этиловый, безворсовые салфетки. Пилочку уже мы видели, апельсиновую палочку также. Они нам понадобятся. И еще нам нужен вот такой бафик для ногтевой пластины. Баф нужно взять мягкий. У меня двусторонний. Одна сторона жесткая, вторая мягкая. И нужен нам бескисплотный праймер. Потом нужно базовое покрытие каучуковое. Выбирайте фирму любую, как праймера, так и базы, так и остальных материалов. Я показываю на видео для примера. Следующий нам понадобится гирлак, любой который вы выбрали цвет. И, конечно же, нужно финишное покрытие. Оно же топ называется. И можно взять матовое, можно взять глянцевое, любое, которое вам нравится. Итак, давайте продолжать. Я сегодня кутикулу срезать не буду. Если вам интересно такое видео, пишите в комментариях, ставьте лайки. И я обязательно сниму видео, которое вам больше всего хочется посмотреть. Классический маникюр, комбинированный или аппаратный. Пишите и будем дальше смотреть, что нам нужно делать. Берем бафик. Я выбираю сторону, которая мягкая и зашлифовывая ногтевую пластину. Нужно снять блеск с ноготочка, чтобы у нас была хорошая сцепка искусственного материала с натуральным ноготком. Я мягкой стороной снимаю блеск этого ноготочка. Причем я не делаю сильно большой нажим, чтобы не спилить много ногтя. Это нам совсем ни к чему. Нужно просто его зашлифовать и, как я уже сказала, не один раз снять глянец. Тщательно прорабатываем ноготочек и смотрим, чтобы нигде не было блеска. Ноготки в результате должны быть слегка шероховатыми. И обязательно, чтобы не было у нас ничего под кутикулой, стряхиваем пыль лишнюю, которая у нас образовалась в результате апила. В этом нам помогает вот такая щеточка. И дальше я подвину свою кутикулу, так как я срезать ее не буду. Там совсем чуть-чуть маникюр я делала недавно. И обязательно нужно, чтобы у нас не было вот такой кожицы. Это называется птеригий. Ее обязательно нужно убрать либо фрезой, либо бафиком, либо вот так апельсиновой палочкой счистить с ноготка. И дальше я беру безворсовую салфетку, которую предварительно смочила в обезжиривателе, в спирте, который я вам показывала в баночке. Намотала на апельсиновую палку и хорошо протираю ногтевую пластину, чтобы обезжирить ее. Обезжириваем все ноготки по очереди и не касаемся больше обезжириванных ноготков пальчиками. Вот так у нас выглядят подготовленные ноготочки. Они такие белесые, это значит, что они обезжиренные и слегка шероховатые. Это значит, что они забафлены и чешуйки у нас подняты. Дальше беру бескислотный праймер и его нужно наносить уже на обезжиренный ноготочек. Наносим праймер на весь ноготь от кутикулы до свободного края. Так наносить обязательно этот праймер, когда вы делаете первоначальное покрытие. Он работает как двусторонний скотч и важно этим праймером никуда не залезть, потому что у нас потом потечет по нему базовое покрытие. Дождались пару минут, пока высох праймер и берем базовое покрытие. Сегодня я крашу ногти гель-лаком так, чтобы можно их было снять с помощью размачивания без абората. И это означает, что мы базу наносим вот таким тоненьким слоем. С кисти сняла в баночку я большой слой нашей базы и остается самый минимум. Нанесла на ноготок тонким слоем и просушила в лампе. Вот так выглядит ноготок наш просушенный. И повторяю это на остальных ноготках. Почему я наношу базу тонким слоем? Как я уже сказала, чтобы можно было потом снять наш гель-лак размачиванием. Если мы нанесем толстый слой, то размачиванием будет проблематично снимать гель-лак. Нужно будет несколько раз оборачивать наши ноготки в фольгу и размачивать этот толстый слой базы. Но если вам нужно укрепление или выравнивание, то тогда нужно наносить слой побольше и делать выравнивание. Но естественно у вас будет более проблематичное снятие с помощью размачивания, либо все-таки нужно будет снять аппаратом это покрытие. Дальше я взяла 4 гель-лака, чтобы выполнить дизайн. И вот такую коробочку с фрезами. Перевернула ее другой стороной и она мне послужит как палитра. Ставлю туда капельки коричневого гель-лака. Вот такой полотный темный цвет. Это будет в качестве основного гель-лака. И следующий цвет также поставлю каплю темно-коричневый цвет. Эти цвета я буду потом забирать и рисовать наш камуфляж. Зеленый также ставлю. И чтобы это все нарисовать, нам нужна вот такая тоненькая кисть для рисования, для маникюра. Здесь она у меня немножко уже подзастыла. Я поставлю каплю базы на палитру. И немного приведу эту кисть в порядок. Макаю нашу базу и делаю вот такие растирающие движения. И таким образом кисть у нас станет помягче. И дальше я беру безворсовую салфетку и просто вытираю остатки базы, в которой мы вымакивали нашу кисть. И кисть уже можно работать вот в таком состоянии. Дальше я беру основной цвет и тоненько наношу на наш ноготочек, подготовленный уже на просушенную базу. Первый слой наносим очень тонко-тонко. И на кисти, как вы видите, у меня совсем чуть-чуть геллака. Подвожу максимально близко к кутикуле, насколько это возможно. И дальше беру эту же тонкую кисть. И еще ближе подвожу под кутикулу в синусах и боковых валиках. Тонкая кисть позволяет прокрасить геллак поближе, чем кисть из-под флакона. И просушила я первый слой в лампе обязательно. И уже второй слой наношу только кистью из-под флакончика. И набираю геллака немножко побольше, чтобы он ложился более ровнее и более насыщенней. И также второй слой просушиваю в лампе. Также крашу остальные ноготочки. Сначала первый слой наношу тонкий, такой полупрозрачный. Прокрашиваю возле кутикулы боковых валиков. Просушиваю первый слой в лампе. И наношу второй слой. Все делаю на остальных ноготках. Это у нас подготовительный такой фон для нашего рисунка, для нашего дизайна ногтей. И я выбрала болотный цвет, потому что у нас здесь будет камуфляж. И дальше я хочу поставить еще одну капельку на палитру. Добавить для разбавки вот такого нежно-голубого геллака. Чтобы наши такие приглушенные цвета не сливались. И дальше я вытерла снова кисть о сухую салфетку. Вытерла наш цвет, чтобы цвета не перемешались. И рисую уже рисунок. Набираю на палитре яркий вот этот зеленый геллак. И рисую вот такие вот полосочки. Разводы. В этих разводах не должно быть никаких острых хвостиков. Здесь вот такие кляксы должны. Пятна быть мягкие, кругленькие, закругленности. И никаких, как я сказала, острых хвостиков. На камуфляже просто вот такие волнистые у нас идут пятнышки. Я повторяю на всех сразу одновременно на ноготочках. И просушиваю этот слой блампи. После просушки первого слоя я беру темно-коричневый геллак. Обязательно беру темный цвет, чтобы рисунок был более интересный. И также ставлю вот такие кляксочки. Без острых углов желательно. И ставлю темно-коричневого немного поменьше. И также просушиваю его в лампе. Вот так примерно все у нас выглядит. И следующий слой это светло-коричневый геллак. Наношу уже более такие покрупнее пятнышки. Подвожу их к предыдущим пятнам. К вот этому зеленому и темно-коричневому. Более заполняю сильнее наш фон. И вот такой результат. Отправляем в лампу на просушку. Повторяем это все на остальных ноготках. Просушиваем. И беру уже вот этот светло-голубой геллак. И делаю такую разбавку нашего рисунка. Слегка немного добавляю светлого. И также повторяю на всех ногтях. И обязательно просушиваю этот слой в лампе. Вот такой рисуночек у нас интересный получается. Пишите в комментариях, как вам такой камуфляж. Нравится или нет. Или вам нравятся более нежные дизайны какие-то. И в конце, конечно же, наш камуфляж. Наше покрытие геллак. Даже если у вас однотон. Или что вы там рисовали. Френч какой-то. Или слайдеры клеили. То нужно перекрыть наш геллак обязательно топовым покрытием. То есть финишем матовым. Либо глянцевым. Любым, который вы выбрали. И просушиваем наш топ в лампе. Одну минуту. Все просушки делала я одну минуту на протяжении нашего покрытия. И в конце получился вот такой результат. Топ у меня финиш матовый без липкого слоя. Поэтому липкий слой не снимала. Если у вас липким слоем это написано на бутылочке. То в конце нужно будет снять липкий слой с топового покрытия. И вот такой матовый дизайн у нас получился. Интересный такой дизайн в поход, в путешествии. Пишите в комментариях, как вам такой дизайн. Понравился или нет. Пишите также видео было полезным. Вам понравилось или не понравилось. Если понравилось, конечно же, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И на этом сегодня все. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.